Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Condemnert 2. В последней серии мы были в музее, теперь нам нужно ехать к какому-то непонятному... Короче говоря, сейчас все выяснится по дороге. Туда у нас направила СЮ, потому что именно там... У нас имплантанты, как у Ван Хорна. Как-то он с ним связан, но при этом не родственник. Безумие какое-то. Обычай, говорит, там все как приземлишься. Оно заброшено, говорит, но могу поклясться, что оба Ван Хорна там были недавно. Сколько у нас времени? Ты меня слышишь? Привет, Итан. У нас не было так много времени, поэтому сразу к делу. Твой старый босс, Феррелл, пытается защитить тебя. Ты это понял? Это он тебя нанял. Он провел тебя и присматривал за твоей карьерой. Возможно, это он делал по своим причинам. У него, может, внутренние мотивы есть, используя тебя. Подумай о том, каких друзей ты себе выбираешь. Хух, хрен вообще. Это кто такой вообще? И как это произошло? О, черт! Мэйнэй, Мэйнэй, это Flight 324, кем вон. Черт. Ну да, полный набор. Блин, как плохо, когда получается играть урывками в игру. Сюжет полностью забываешь и приходится вспоминать, во-первых. Во-вторых, катсцены тут такие дерганые. Блин, у меня от них голова начинает болеть натурально. Какой-то идиот их режиссировал. И что-то дергается, дергается. И ты пытаешься сюжет вспомнить в этот момент. И они что-то там... Камера резко сменяется. Короче говоря, очень сложно это все. Если бы у меня было побольше свободного времени сейчас, и я мог бы уже основательно сесть играть в нее, там сразу серия на 5 на 6, как бы сюжет я и диалоги попроще мне было бы переводить. А так я не помню и переводить, и все это в голове надо складывать. Ну, короче говоря, как-то что-то это все связано с ванхорнами. И какие-то имплантанты грудные, которые что-то там с вокалом, с голосом как-то изменяют его. И у Итана такой же. Ты здесь и правда ожидал найти что-то, кроме холодной смерти. Тихо. Так, офигеть. Ну, вот это вот для кондема это вообще не свойственно. Хотя, в принципе, там в первой части в конце было что-то похожее. Но меня, кстати, постоянно ругают за то, что я сравнивал ее с первой частью. Но все-таки это первая и вторая часть. Давайте попробуем относиться к ней непредвзято. То есть не отталкиваться от того, что было в первой части. Здесь, конечно, больше сюрреализма. Но игра крутая. Я ни разу... У меня не было желания сказать, что она отстой полной. Хотя, конечно, в свои худшие моменты, допустим, на той же фабрике она натурально временами раздражала. Но раздражала, не больше. Потому что игра все равно очень интересная. Твою... Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой. Отправляться сюда в одиночку была нехорошая идея. Да, говорит, ты вовремя искал. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Некоторые из нас видят в тебе угрозу. А ты как? Я вижу в тебе возможность. Как специальный инструмент. Который нельзя так просто... ...израсходовать. Это кто вообще связался с нами? Какой-то непонятный человек. И сказал, что такой полезный кадр, как нас, несмотря на нашу опасность, просирать нельзя. У меня что-то вообще сегодня с переводом плохо. Поэтому простите меня. Но сюжет я так вкратце, уже после диалогов, постараюсь донести. То есть я все понимаю сам, но вот сложить все именно в речь, то есть в связанные предложения. Что-то вроде я сегодня хорошо отдохнувший. На работе все, не напрягали больно. Но как-то, блин, тяжело натурально. И это еще что такое? Отлично. У нас и что, волки, что ли? Хотя это не... Нет, это явно не волк. Волки так не ревут. Это или медведь, или снежный барс какой-нибудь. Хотя в Америке они не водятся, по-моему. Да, они водятся. Там у них свои кошки есть. Черное озеро. Именно здесь мы нашли какого-то... А, то есть мы нашли на ногах, на ступнях, на чьих-то... Следы кала, который принадлежал оленю, который водится только здесь. Собственно, это нас и вывело. То ли на ботинках мэра, который обезглавили. То ли на ботинках еще кого. Как... Как ведь... Как ведь я не очень хорошо помню. Вот именно из-за того, что отрывчато играю, как-то, блин, рвется у меня повествование. Блин, ну че это такое вообще тут, а? Как хорошо, что в этой игре можно ходить очень медленно вот так вот. Это именно то, что мне нужно в данной игре. Потому что многие говорят, че ты, мол, вот так вот не бегаешь? Блин, ну... Вы бы бегали вот так вот, если бы на самом деле играли. Ой, то есть не играли, а находились бы в этом месте. Ну, я это предвидел. Слишком уж оно хлипкое было. Фу, ладно. Это че такое? Твою мать! Ты добрался? Как полет? Спал как ребенок. Хорошо, что у тебя. Так, это у нас рука явно. Человеческая рука? У-у-у! Посмотри, насколько она свежая. Так, и как мне это сделать? Спектрометром, наверное? Нет, спектрометра у нас за другой отвечает. Ой, нет. GPS тоже, явно не то. Блин, я не знаю даже, как мне узнать время убийства. Часы? А, у него часы есть. Еще бы поудобнее все это было. Так, время... Февраль... Между 23-м и 24-м. Время 12.03. То есть 24-е, да? Ага. Что-то я... Так, возьми, говорит, образец и получи... И пошли о мне. Это сегодняшнее похоже. Так, подожди. Это точно все человеческое. Минеральные соли. Аминокислоты. Похоже, это слюна чьи-то. Сейчас, говорит, я ее проверю и... Пришли тебе результаты. Офигеть это. Это, я думаю, тот обладатель того приятного баритона... Закусил им. Ладно. Ой, у нас проблемы. Таких проблем у нас давно не было. Тихо. Где-то рядом... Девайс. Но если увижу, то увижу. А так прям искать не буду. Я как-то насчет этих коллекционированных вещей особо не загоняюсь. А вот эти апгрейды, которые вы говорили, они, оказывается, все автоматически даются. То есть самому ничего не нужно между уровнем поднимать. Так что вот. Так, ладно, вроде сюда. Это неожиданно. Твой спектрометр получил формальдегид, короче говоря. Я, говорит, все еще работаю над этим... Солива, это же слюна? Солива. По-моему, слюна. Все еще работаю над этим образцом слюны. Короче говоря, формальдегид она обнаружила в образцах, взятых нашим спектрометром и ей отправленным. Формальдегид используется для... Ну, то есть... Чучела и тому подобное, чтобы не разлагались тела. Так что я, по-моему, понял, что это такое. Я где-то видел давным-давно... Отрывок, как говорится, Scary Moments. Из разных игр там в Кандемной 2 было. Но вам спойлерить не буду. Так, я надеюсь, хотя бы ты не шваркнешься. Хорошо. Но тебя там точно не хватало, а? Уйди, Мишка, пожалуйста. Посмотри свой полевой набор. Какой-то химикат она нашла в слюне. Аминокислота. Короче говоря, этот компонент появляется при обезвоживании. Обезвоживание при всем этом снеге. Да по многим причинам, говорит, оно может быть. Она сказала, что это обезвоживание может быть вызвано как минимум кучей причин. Например, такими, как гидрофобия, то есть боязнь воды. И под конец сказала, что гидрофобия это одна из последних стадий какого-то психически опасного заболевания. Так что сказал, присматриваю за собой, Томас. Если я все правильно понял, опять же. Тихо. Блин, ну вот чисто технологическое зрение, конечно, этот лес выполнен. Просто вот на уровне колу в ктулху, который вышел там в 2004-м, по-моему, году. В 2005-м. Что-то вообще слабенько, то есть. Сравнить с тем же Алланом Бейком, да? Ну там лес так лес. Так, сейчас опять проваливаться будем. Так, ладно, куда-то мы пришли. Ой. Нормально. Так, пойдем налево или направо. Тихонько. Тихонько, не спеша. Ой-ой-ой, блин, я ходил как-то по льду такому. Страшно, прикиньте. Как раз начала у нас река уфибиловая, как раз она подтаивать начала. И придурок один пошутил. Ключи у меня укатились где-то метров на 10 вперед на лед. Э, маленький был. Мозгов не было, пошел их брать. И где-то на середине дороги понял, что совершил большую ошибку. Ну, слава богу, потихоньку-потихоньку я их достал и вернулся. Блин, это кошмар. Я вот сейчас думаю, да нахрен эти ключи вообще. Сколько мне-то лет? Лет восемь, наверное, было. Бросил бы ключи, дошел обратно. Так нет, поперся. Ой, блин, аж передергает, как вспоминаю. Капец, полный. Так, что у нас там по времени-то, кстати, опять не засекал? Фу, так. Это кто такой вообще? Роза, я нашел тело. Нашел тело. Можешь установить его личность? Ну, это мужчина. Что еще про него тут можно сказать? У него грустный взгляд. У него не хватает руки. Так, бумажник. ССЮ. Блин. Я не вижу его фамилию там. Спешил эйджент. ССЮ. 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 Пэйн. Не Макс в случае. Блин, с трудом заметил. Отсвечивает. Я последние две буквы увидел просто. Так, и что еще про него можно сказать? Вооружен, может, чем? Пустая рука. Пустая кобура. Что-то плохо. Не могу остановить личность. Обыщи, говорит, здание. И убирайся оттуда. Что-то там странное происходит. Слушайте, а что я неправильно это сделал? Ну, вроде мужчина, да? Фамилия вроде Пэйн. Скотина. Пэйн же, Пэйн. Потому что там мне две последние буквы были. Да хрен увидишь так. Короче, ладно. Рукоять пустая. Ой, рукоять. Что я рукоять постоянно говорю? Кобура пустая. Так, ладно. Давайте разбираться, что у нас за чертовщина вообще происходит. Что-то мне не нравятся эти звуки. Надо отметить. Блин, вот я не знаю. У Монолит, то есть у создателей данной игры, у них какая-то мания. Они во всех играх. Фир, Кондемнет первый. Фир второй. У них везде куча вот этих вот отбеливающих средств, дезодорантов всяких на полках. Вот краски вот эти вот. Вот в любой игре это... Вот именно вот это вот. Вот. К чему это вообще? Я не знаю. Блин. Их игры можно узнать просто потому, что там всякие дезодоранты и отбеливающие средства стоят на полочках. Ну вон, посмотрите. Опять же. Чё-то там сверху нехороший ходит у меня. Нездоровый уже смех такой. Чё-то где-то опять фонит. Вроде как. Короче говоря, главное, что я понял, что это агент из СИЮ был с оторванной рукой. Чё он там делал? Непонятно. Подвал. Так, нам сюда похоже. Или всё-таки сюда. А это вот мы видели с другой стороны. Там, видите, пролом. Когда только... Блин, тихо. Твою мать, это чё было? Нет, тут натуральный медведь, да? Вы не издевайтесь. Офигеть. Я чё, кулаками буду в табло стучать, что ли? Так, ладно. Капец. Так, ну подожди, но если это правильная дорога, то там тогда что? Нет, это явно правильная дорога. Давайте посмотрим, там может что-нибудь хорошее лежит. Такой-нибудь, я не знаю, там... Дробовик. Я бы хотел дробовик сейчас. У меня с дробовиком было бы гораздо спокойнее. Против медведя-то. Так. А, подожди, ну да, это всё, всё, я понял. Ах... Это, оказывается, одно и то же помещение. Одно и то же помещение, оказывается. Видите, куча всяких... Дубильные станки. Я... Фух... Так, ладно. Если кто смотрит это, у нас многие любят посмотреть мои серии, при этом кушать. Приятного аппетита! Так, ладно, мне его, похоже, даже изучать не нужно, но кишки у него размотаны неплохо так. Что тут делают агенты СИЮ, почему я об этом не знаю, если я от их, вроде как, работаю агентство. Что происходит? Непонятно. Самое приятное, что психов нет. Так, вроде подъём, наконец-то, туда. В то радостное место, где такие приятные звуки. Так, пойдём, посмотрим. Ух, это, надо сказать, мотивирует. Твою мать. Твою мать. Жутковато, да? Не то слово, на мой взгляд. Да вы шшшш. Охренеть. Вы видели его размер? Это же, блин, тираннозавр какой-то. Офигеть, ёлка, тихонько. Офигеть. ну ладно вот я срал я чуть натуральный геймпад не вырыгнул так он exit закрывай нет 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 жестокие люди жестокие потому что блин ну вот так вот уже давать понять что где убежишь то есть ты в тупике это по моему второй раз был еще страшнее чем первый офигеть да вот про это место я как раз исполнил к там самые страшные моменты видеоиграх бежали нафиг давай 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 дружок давай 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 пошел пошел ой да а ты пить ты не застревай не надо блин куда идти тихо тихо дружок тихо о-о-о-о тихо тихо валим 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 офигеть чушь так жутко то фу мне нужно отдохнуть давайте-ка мы на этом завершим эту серию я посижу маленько отдохну приду в себя что-то натуральный пересрач какой-то увидимся завтра продолжим пробираться по этому дому могу сказать что в этом моменте игра просто по моему самый лучший момент за всю игру вот это вот пока что я из того что видел был это по моему круто надеюсь вам понравилось увидимся в следующих сериях с вами был артур всего хорошего пока пока пока